Девушки отдыхают С вами снова Артур и это хоррор под названием Тейп, в котором вы можете перематывать время взад-вперед и таким образом все события, которые происходят в игре плохие, хорошие, страшные, кирпичные. Они либо будут избегать вас, либо вы будете попадаться прямо на них. На самом деле звучит довольно упорото, но блин, этот хоррор вроде как достаточно хороший. То есть, как вы знаете, в последнее время я стараюсь показывать не только там слишком хорошие игры, но и просто темная лошадка. Вот эта темная лошадка. Но потому что я успел увидеть по вот этим небольшим демонстрациям, короче, вырисовывается что-то интересное. Поэтому давайте посмотрим наушники на голову и вперед. Собственно, почему бы и нет, да? У меня сегодня хорошее настроение, надеюсь, эта игра его испортит, потому что... Госпиталь. А что я здесь делаю? Испортит в том плане, что я буду бояться, потому что пока я не боюсь. Hello? Так, хозяева. Доктора! Shift? Че, упал? А, shift это... Shift это бежать, окей. Let's a cola. It's a me. Let's a drink a some cola. Я бы сказал, что этот госпиталь выглядит достаточно... Залупленным. Окей. Не знаю, зачем я это перевожу. Простите, хорошее настроение. Будем портить сейчас. Будем портить. Я думаю, что мы ходим кругами. И мы должны вернуться в другую... Выход туда. В другую сторону, чтобы как-то отсюда выбраться, да? Эй! Окей. Это один из тех хорроров, которых... Ага, да. Это один из тех хорроров. Который будет рвать тебе башню тем, что ты должен будешь... Наступать на всякие места. И в результате оказывается в других местах. А? Это моя комната. Но что-то не так. Вон то, наверное. Тут чё? Что? Так. Кто в шкафу сидит? Ну-ка, вылазь. Это мой шкаф. Я шкафный воин. Или не я? Камера моего отца. Он всё на неё записывал. Так много воспоминаний. Угу. Когда одна дверь закрывается, другая открывается. Да? Эм... Ага! Ага! Прикинь. Я чё-то делаю. Сейчас мы можем открыть... Вот. Какого хрена? Это чё-то шизовое, походу. Дай подумать. Её подкручивать надо, или она как-то заканчивается? Так, ну допустим. Ага. У меня есть ограниченное количество времени. А, смотри. Ограниченное количество времени. И, типа... Я примерно понимаю пока, как оно работает. Но, типа, только примерно, окей? Потому что работает оно, на мой взгляд. Довольно. Да упади ты уже куда-нибудь вон туда. Господи, твою-то мать. Так, ты сюда. Ты... Примерно сюда. Ты сюда примерно. Окей? Ты... Уезжай тоже. Я... 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 До свидания. Всё, наконец-то. Нет, не наконец-то. Я всё ещё здесь? Хоррор с пространственной головоломкой. Так, ясно. Этот пол напоминает мне фильм «Сияние». Не знаю, чем, но и стены. Как-то оформление всё. Как в том фильме Стэнли Кубрика. Вы помните? Давай подкрутим. А? Здесь нет видеокассеты. Взял видеокассету. Ставил видеокассету. Привет, моя маленькая звёздочка. Я так рад, что ты пришла ко мне. Пожалуйста, будь аккуратней. Не дай этому найти тебя. Извратить тебя. Папа? Папа, ты где? Найди меня. Найди подвал. Скорее. Так, ладно. Чему не дай себя найти? Чего мне стоит бояться в этой игре? Любопытная. Так, мы в подвале, среди прочих. В комнате с проектором. Мы смотрели так много фильмов, с моим папой. Хорошие старые времена. Ну, наверное. Похоже, что внутри нет лампы. Похоже, что я собрал хрен знает чё. Вообще не представляю, честно говоря. Но если так посмотреть, то может быть я могу освети своё прошлое. Или более дословно, принеси свет в своё прошлое. Прикольно сделано, кстати. У меня пока всё очень... Вот до этого момента мне всё очень нравилось. И теперь чё? Это очередная разбитая семья. Очередная игра, в которой главная героиня вспоминает, как у неё всё плохо в детстве было. Воу, воу, воу! Похоже, что нужен ключ. Я думаю, надо перезарядить. Так, хорошо. Кто там воюет? Мебель побили. Так, камин. Сразу вижу камин. Наверное, что-то важное. Либо нет. Вижу стулья. Стулья нужно вернуть на место. То есть нужно навести порядок. О боже. Это тут. Это тут. Ого. Ошвырялись. Окей. Последний. Три секунды хватит? Хватит. Так, а это чё такое? Ага, понятно. Сама идея очень крутая. Мне такое нравится. Но, типа, я пока игру не оценил. Она выглядит, скорее, как набор пазлов. Но прикольный, прикольный, типа. Но не страшно, да? Страшного тут прям ничего нет. Так, походу, мы собрали то, что нам нужно было. Но не факт. Хозяева. Ну-ка. Подожди, я не взял? Я чего-то ещё не взял. А ну-ка, с тобой, чё у нас? Ага. Так, ну-ка. Есть одна небольшая идея. Оно реально так сработает? Если это так, то это прикольно. Так, окей. Ага. Эта чёрная хрень даже не напрягает. Она не страшная. Но, может быть, это пока, конечно. Так, этот завал не надо разбирать. Слава богу. Разбирать здесь не очень удобно. Тут нужно последовательность именно найти. Через которую это вот всё. Так. Походу, она может меня убить. Она же не думает, что ли я на это куплюсь? Так, ясно. Так, ладно, я купился на это. Хорошо, ладно, допустим. Я просто не совсем увидел, куда она в итоге прилетела. Эта камера, она фоу твою просто уничтожает. То есть, дальность видимости. Так, ну, родная. Ну, давай, давай, давай. Куда ты там кружишь? Иди сюда. Нечто с глазком. Она скорее выглядит, как проблема. Не как монстр, который может прям убить, и который страшный там. А как проблема? Большая проблема. Так, куда она дальше полетит? Ясно, ясно. Я понял, я всё понял. Я всё понял, ладно. Ладно. Там, похоже, последняя часть лампы. Я уже ни в чём не уверен, на самом деле. Пока что скучноватый хоррор. Ну, типа, идея сама по себе прикольная. Поэтому, чё бы нет. Чё бы и нет. Она постоянно, короче, вот так вот летит и залетает туда. Но у меня есть некоторое время для того, чтобы схватить то, что мне нужно. Так, я вроде всё взял, чё хотел. И сейчас меня не должны заметить. Ага, окей. Вроде же всё взял? Вроде как всё. Я считаю, это был образцовый стелс. Угу. Сейчас мы с вами можем уходить. И я надеюсь, что... Там же ещё дверь, по-моему, была, или мне кажется? Так, ладно, пойдём. Пойдём. Пока что главная проблема, короче говоря, это не страшный монстр. Так, я, походу, ещё чё-то не сделал. Неужели? Как я мог? А чё там написано? Не бегай, или оно найдёт тебя. Я понял. Я не понял, только... А, смотри, у нас тут ещё одна дверь на полу. Вот оно чё. Я чё-то не обратил на неё внимания? Сюда, нет? Так, а тебя мы поставим. И посмотрим, что за тобой. Ага. Сначала я возьму он ту, потому что она дальше. Окей. Собираем какую-то странную статую. Боже. Это отвратительно. Но, по крайней мере, я взял лампу. Про мать и ребёнка. Окей. Давайте посмотрим. Здесь очень прикольные идеи, они круто реализованы, но сама игра довольно скучна. Это мой приговор и... В том плане, что это моё мнение. Я его не навязываю, конечно же, никому. Ну, интересно, вроде, да? Так, вставляем. Батя, выйди на связь. Нужно поговорить. Ты всё ближе. И они знают это. Приди ко мне. Какого чёрта происходит? Папа, где ты? Я скучаю по тебе. Я тоже по тебе скучаю. Перевод не очень. Ну, в смысле, озвучка. Я имею в виду. Хорошо. Спасибо. Здесь небольшой бардак. Ну, это такое. Подожди. Мне показалось. Мне показалось, что на ступенях... Ой, я потерялся. Показалось, что на ступенях какие-то кнопки. Не кнопки, а буквы. Какие-то надписи. Но, походу, это не так. Папа? Спасибо, что играли. Видеокассета. Ну, ты знаешь, короче, в рамках конкурсов, которые сейчас проходят, это неплохая работа. Оно прикольно сделано. И в будущем, я надеюсь, вылиться во что-то хорошее. Здесь реально есть прикольные идеи. И они прикольно реализованы, опять же. Но здесь какая-то странная атмосфера. Это первое. Полная незаконченность. Второе. Хотя, когда я связывал с разработчиками, мне написали, что, типа, тут определенный сюжет, который задаст там интересное будущее проекта. Нет. Здесь такого нет. Вот. Ну, и не страшный монстр. Монстр, вот эта вот черная тучка. Я тучка, тучка, тучка. Короче, она не пугает. Она какая-то такая себе. Тем не менее, это была игра видеокассета. То есть топе. Угу, топе. Вот. Достаточно неплохой хоррор. Увидимся в других. С вами был Артур. Все хорошее. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok